Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Заходи, народ честной, во Владивостокском распиле распродажа. Два по цене одной. Если хочешь распильные фокусы посмотреть, то тебе сюда скорее нужно лететь. Эй, парень, хочешь фокус? Смотри. Вот и весь фокус. Понравился? Пойдём, ещё один покажу. Смотри, фокус долгий. К концу дня твой бумажник может опустить на миллион долларов. А может и не опустить. Тут как повезёт. Ты когда-нибудь видел автоуродов? Ну, это такие необычные машины. Начальство просит называть их экзотическими. В общем, смотри внимательней. Берём обычный скучный седан и подставляем к нему задницу от обычного скучного пикапа. Добавляем щепотку колдовства от компании Владивостокский распил и получаем совершенно новый седан в кузове пикап. Называется он Вулкар Варренер ХКР. Сейчас расскажу, что это за зверь такой. Изначально на второй неделе обновления тюнеры его выставили на эвакуатор автоклуба. И победив в пяти спринтерских гонках, его можно было забрать бесплатно. Для победы вам нужен друг и 10 спринтерских гонок, чтобы каждый из вас победил в пяти из них. И вы оба получили эту машину бесплатно. Но если вы по какой-то причине не смогли получить этот автомобиль, то купить его можно на сайте San Andreas Super Autos. Оптовая цена на него составляет 945 тысяч долларов, розничная 1 миллион 260 тысяч. Оптовая разблокируется по мере прокачки шкалы репутации. Трек по автостраде я проезжал на Варренер ХКР с обычной посадкой с заниженной и на нормальном седане Вулкар Варренер. Ну, всё-таки обзор нового автомобиля, а старый ещё не протестирован. Старый, кстати, продаётся здесь же за 120 тысяч долларов и был добавлен в игру с обновлением Яни Хипстер. Так вот, старая версия имеет основной прототип в реальной жизни Ниссанская Лайн C10 GTR. Правда, в игре представлена четырёхдверная версия этого автомобиля. А пикап имеет основной прототип в реальной жизни Ниссан Датсун Трак, типа рабочая лошадка со спортивным двигателем. Но любители тюнинга, недолго думая, сделали из него прокачанный Ниссан Датсун. Прокачка в игре, как оказалось, большой роли не сыграла. Новый пикап с низкой посадкой финишировал за минуту и 12 секунд, с обычной посадкой за минуту 13, а старый варенник финишировал за минуту и 14 секунд. То есть, мало того, что максимальная скорость их примерно одинаковая, так ещё и низкая посадка здесь вообще практически не влияет на ускорение и максималку. Если говорить о возможностях внешней кастомизации, то их частично сплагиатили с седана. Например, передние бамперы. Пикапу добавили парочку новых бамперов, но в основном это снятые варианты с интеркуллерами, как и у старой модели. Только что у старой сплиттер идёт в комплекте, а у новой его установка стоит дополнительных денег. Сзади у седана можно бампер снять и поставить кольцо, а у пикапа бампер уже снят и добавилось колечко-сердечко. Фу, срамота какая. Пожалуй, установлю. У нового можно заменить головку блока, кожух для ремней, растяжку и интеркулер. Я не вижу смысла установки, потому что капот вы будете открывать почти никогда. У старой версии есть возможность убрать решётку радиатора, оголив тем самым радиатор. У нового решётку убрать нельзя, только перекрасить её, но ему можно поставить интеркулер, который будет просвечивать через решётку. Вот форма фар у старой модели, а вот накладки на фары у новой. Как говорится, зачем изобретать велосипед? С глушителями похожая ситуация. У старой модели одни, а у новой такие же, только добавили ещё пару вариантов. Вот раздел пороги у старого седана, а вот крылья у нового пикапа. Найди 10 отличий, название не играет. У пикапа есть замки на капот, при их установке он не откроется. У седана есть два варианта капота. У пикапа они тоже есть, но вдобавок к ним ещё добавили парочку новых. У пикапа можно заменить приборную панель, которая добавляет тумблеры и снимает обшивку. А также поставить дополнительные индикаторы, заменить двери, сидения и рули. Пикап обзавёлся несколькими каркасами безопасности, в то время как у седана есть только один. На новую версию можно нанести 15 раскрасок, часть из которых разблокируется по мере прокачки шкалы репутации. У старой раскрасок нет. На пикапе можно также заменить форму боковых зеркал. Основной цвет на пикапе перекрашивает весь кузов, а дополнительные тормозные суппорта и строчку сидений. У старой версии основной цвет это большая часть кузова, а дополнительный это широкая полоса вдоль корпуса. Что меняет цвет обивки у новой машины для меня осталось загадкой, но точно не обивку салона. Цвет деталей заменяет свечение приборов, только основных дополнительные в сделку не входили. На крышу можно установить воздухозаборники и дополнительно поставить сплиттеры разных форм и размеров. Спойлера перекочевали сюда от маслкара The Class Yosemite. У старой версии они оригинальные в основном. На лобовое стекло пикапа можно наклеить полосы с брендами. У старой машины подвеска просто занижает автомобиль, у новой еще и заваливает колеса. И также на пикап можно дополнительно установить каркасы для багажника. Не новые в игре были раньше. В целом тюнинга много, есть из чего выбрать. Каскадерский трек на обоих варениках был преодолен с разным временем. Седан за 2 минуты ровно, а пикап хуже на 3 секунды. То есть на прямой пикап немного быстрее, но на треках с поворотами он медленней. А вообще среди конкурентов у него, как это ни странно, седаны. Среди которых и Абэй Тейлгейтер, машина Майкла из сюжетки. И новенький Абэй Тейлгейтер С, который еще не протестирован. И также Шафтер В12, который скорее всего всех их уделает. Так что нужно будет его протестировать. А вообще Рокстара взялись за голову и начали активно возрождать другие классы автомобилей. Такие как седаны и купе. А то взяли моду одни спорткары да суперкары добавлять. Ну и маслкаров немного еще. Городской круг варенник седан также проехал быстрее на 3 секунды. Минута 21 секунда против 24 секунд пикапа. Так что старенький седан за счет более комфортной управляемости и лучшего держака с легкостью будет выигрывать новенький пикап. Стоит ли этому пикапу занижать подвеску? На стандартной лучшее время тестового круга я показал минута и 6 секунд. А на раллейной минута и 3 секунды. Машина лучше управляется, оттого и повороты проходятся быстрее. Броня не решает. Время также минуты и 3 секунды. Привод у пикапа задний. И если установить в мастерской шины со слабым сцеплением и занизить машине посадку, то она будет очень неплохо дрифтить. Опять же по меркам GTA Online. Для полноценного дрифта здесь не хватает скорости. Игроки резонно сравнили эту машину с D-класс дрифть Йоземит, тачку кеноблока. Так вот, по сравнению с вареником Йоземит вообще не дрифтит, только шлифует на месте. Днище здесь не новое, выделяется только выхлопная труба. У сердечка на заднем бампере стояк надежный. Топливный бак, как обычно, за задним левым колесом. Машина слабовата на урон. И если ей не ставить в мастерской броню, то Валера на своем танке не успеет даже размяться, а она уже будет уничтожена. И разрушаемость здесь проработали крайне коряво. Салон даже без каркаса безопасности не мнется, это классика. Но помимо крыши не мнутся крылья и сам кузов. Капот, решетка радиатора и крышка багажника со спойлером деформируются, и почти всегда машина раздваивается. И под кузовом можно разглядеть еще один кузов. Даже колесо немного заваливается. А в целом разрушаемость есть, но ее как бы и нет. Через меню взаимодействия можно открыть обе двери багажник и капот. Под капотное пространство прорисовано, иначе бы ему не добавляли столько тюнинга. Багажник мы и так видим, а здесь просто открывается крышка. Салон обычный, но если дополнить его разными элементами, то он становится вполне годным и приятным глазу. Правда, чтобы хорошо разглядеть приборную панель, нужно поставить другой руль с более узкими спицами. А так вид от первого лица неплох. Свет задних фонарей, габаритов и стоп-сигналов в разных лампочках находится. Задние фонари чуть ниже. Спереди ближний и дальний свет в разных фарах располагаются. Пучок света от ближнего бьет перед собой, а дальний максимально вверх. Если в мастерской нацепить накладки на фары, то ближний по понятным причинам включаться будет, а вот светить нет. Дальний без изменений светит также вверх. Попытавшись проехать на этой машине в гонке с рандомными игроками, я сразу понял, что затея так себе. Если бы все были на варениках, то, конечно, была бы интрига, а так все были на Цалико. Ну и культура вождения особо не поменялась, так что бесконтактные гонки по-прежнему рулят. А в этой гонке я занял седьмое место. Плохо. Еще одной не то фишкой, не то багом является кузов пикапа. Через него можно также спокойно перекатываться, как и через капот. Через капот, понятно, есть где скользить. Откуда выходит левитация при перекате через багажник, большой-большой вопрос. В общем, говорить об этой машине можно часами. Здесь настолько много преимуществ, что они способны вести долгую борьбу с недостатками данного седана в кузове пикап. Цена на него, даже оптовая, немного завышенная, учитывая, что обычный седан стоит раз в 10 дешевле. Ну так вы получаете не обычный седан, а седан-рабочую лошадку. Правда, там с документами небольшие проблемы, запрет на регистрацию и машина в угоне числится. Но если полицейским не попадаться, то и радость от покупки она чина не будет. Ну что, берете? Секундочку. Блин, походу нашли. Эй, стойте! Стойте!